Ежегодно в воинской части 55-17 проходит мероприятие в память о погибших военнослужащих страны при выполнении воинского долга на таджико-афганской границе. Бой в Пшихаврском ущелье унес жизни 17-ти молодых ребят, среди которых наш земляк, уроженец Шингерлаусского района Радик Каймулдиев. В день страшного боя 7 апреля участники этого и других трагичных событий собираются вместе, чтобы вспомнить своих погибших товарищей. На территории воинской части 55-17 несколько лет назад установили памятник погибшим военнослужащим. Именно здесь теперь собираются все те, кто служил, защищая интересы страны на дальних рубежах. Таджик – афганская граница и сейчас место тревожное, а в те времена ситуация была еще сложнее. Трафик наркотиков, вооружение – все это риски, которым противостоят союзные войска, каждый на своем участке. Ежегодно в память о погибших защитниках на территории части проводится памятное мероприятие. Сегодня мы все преклоняемся перед нашими героями, отдаем им дань глубокого уважения и благодарности за подвиг, который они совершили. Мужество, проявленное нашими военнослужащими, безусловно является примером гордости для нас, примером подражания для подрастающего поколения. Воины войск правопорядка прилагает все усилия к тому, чтобы своей службой еще раз подтвердить стремление неуклонно соблюдать и приумножать традиции старших. 7 апреля в 4 утра 7-я рота была поднята по тревоге. Путь до места назначения был долгий, но колонна не прибыла на место. Асхат Каналиев, незадолго до этого, переведенный из 5-й роты в 7-ю, находился на этом задании. С момента начала боя до прихода помощи прошло не менее 8 часов, вспоминает он. На выручку пришли российские войска, которые также несли службу на этих рубежах. К этому моменту большая часть солдат из роты была ранена или контужена. 17 застрелены. Радик Каймулдеев погиб на глазах Асхата Каналиева. С ним были, ехали, мы служили вместе, ехали в одной машине. Погиб он геройский. Бои совершил себя очень отважно. Радик наш бой был очень долгий, тяжелый. Спасибо за то, что чтят нашу память, наших ребят. Сегодня ветеран боевых действий на таджикско-агганской границе создали общественное объединение. Боевое братство считает основной целью своей работы патриотическое воспитание молодого поколения. Они проводят работы в учебных заведениях, беседуют с призывниками и молодыми военнослужащими. 7 апреля они встречаются обязательно. На родине Радика Каймулдеева в Шангар-Лау также проходят памятные мероприятия. Екатерина Шмидт, Колыбек Акрав, Дидар Хусаинов, Акжаик Акварад.